мы вас ждем ждем так теперь мы едем в такую тарку поехали а мы дать с тобой там прошли на силу там едем дальше он там альгинская находится чисто такой берег и сюда давай давай поехали да не крути рулем да не крути рулем со мной поедешь а мама на его сперен пакостник маленький не ну я чувствую что дань сейчас только катается так наверх 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 а что ты а что такое что такое горка давай 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 тетя смотри как легко то залетела тетя как туда легко залетела ждем 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 мост юный юный успеешь давай вперед тетя уже уехала вперед давай вперед разуй ой ребят я очень доволен конечно вообще что завернули в этот пусков удовольствие на этой штуке ехать сидишь ноги только пить 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 заряд смотреть дальше да нет нормально сюда едем да они спокойно патрио здания руль прямо давай пока у нас догоняет уже подрезал нас все очень опасно беремешник справа да правда ребят парк очень большой очень большой пар мне здесь явно нравится дань ты посмотри я прямо руль держу ты тоже прямо держи не делай так не делать так вот видите ребят не слушается совсем и слушает родителей не слушает родителей 100 замечаний уже сделали ну до конца у нас время вагон как раз все стандарт в конце и развернемся голову прямо до конца он доедет а мы останавливаться не будем у нас заскрипел мне кажется нет окна окна прямо в башню хорошо командир у нас скрипит все давай давай на повороте остановись там осмотримся на повороте остановись мы осмотримся можете туда гнали сквичам флодоводцам мореплавателям проект российского флота мемориал так ну ладно до моста доедем обратно поедем на мост еще до него доедем обратно на большой парк лава без руки И еще без рук. Осторожно. Смотрим вперед. Дань. Ребята, накатались, нагулялись. Теперь надо где-нибудь перекусить. Время 13.58. Объехали весь этот парк. Рекомендую. Приезжайте, гуляйте, ходите, катайтесь на великах. На всяких секвеях, электроскутерах. Просто класс. Понравилось. Ну все, парк, до свидания. Обязательно сюда еще вернемся когда-нибудь. Нам Псков понравился. Ладно. Едем дальше. Теперь, ребят, перекусить. Моя, как это называется? Маленькая Италия, да, кафе называется? Моя Италия. А, моя Италия. Моя Италия. Вот такая вот. Кафе такая вот. Мы взяли пиццу. Пиццу взяли. Яролаш называется. 30 сантиметров. Мы взяли карбонару. Мы взяли салат Цезарь. Ну и детское меню. Плюс две кружки кваса. Плюс две кружки кваса. Детское меню мы взяли супчик детский и картошку фри, да? Так он не знает ничего, я не говорила. Сейчас там принесут, будем это все кушать. Все очень вкусно. Машин поставили прямо возле нас. Молодому человеку сейчас все принесут. А тебя? Нет, принесут. Сейчас будем кушать. И тронемся дальше в дорогу. Да. В общем, вот так вот меню. Кафешка. Пицца 30 сантиметров. Стоит 400 рублей. Салат Цезарь. Да, салат Цезарь стоит 200 грамм. 155 рублей. Цена очень хорошая. Сейчас посмотрим. Да нельзя, я захотел Цезарь. Салат Цезарь. Дочери греческие. Очень даже здесь интересно. Ну раз мы здесь припарковались, нашли место, значит нам судьба есть поесть. Перекусить. Ладно, нам приятного аппетита. Да, да. Всем спасибо. Всем спасибо. Все, ребят, поели на 950 рублей. Плюс еще взяли с собой греческий салат на 1100 рублей. Нам чек вышел. Вот это вот кафешка моя Италия называется. Очень вкусно. Пицца на тонком тесте. Вообще потрясающе. Нам все понравилось. Стартуем. Выезжаем на Великий Новгород. Держим путь. Привет, подписчики. Привет, подписчики. Пописчики, привет. Вот. Ну все, ребят, встретимся в Великом Новгороде. Красивый город Псков. Вот в твоей копилке, да? Куда? Ну где ты был? Где? Где? В Караганде. Не, не был ты там. Не был ты в Караганде. Я был в этом воде. Верните направо. Перчисляй. Где был? Перчисляй. Перчисляй. Да. Не был ты. так ребят мы поехали через на повернули на поворот на порохов решили поехать здесь заправки на лукоиловской в пскове нам вроде сказали что дорога будет нормально сейчас проверим поедем будем надеяться что дорога будет нормальная реально что мы по ней нормально проедем вот но в общем свернули сюда едем по этой дороге в сторону порохова а далее на шимск и новгород поехали двигаемся в сторону порохова пока еще по псковской области кстати обратил внимание что дорогу пока идет хороший может подъезжаем к населенному пункту локоть везде стоят указатели машин мало не поехали мы все-таки через лугу потому что через лугу там движение очень интенсивное очень много машин видимо те кто едет на питер вот здесь небольшой участок дороги ремонтируют так дорога везде пока идеально посмотрим что будет дальше еще обратили внимание что очень хорошо борется с борщевиком псковской области вот мы всю дорогу едем и все бочины так сказать везде борщевик выжигают ему не дают жития тверская область просто там полями вся когда мы ехали просто полями все засажены была под 3-4 метра наверное стебли стояли а здесь прям борется сжигают молодцы сейчас привык проезжаем деревню локоть направлению к орхова ну и далее через шинск наверное как-то нас поведет двигатель наш посмотрим продолжаем движение вот ребят город порхов ограничение 90 еще плата реги рамка мы его пересекаем едем дальше дорога до порхова пока идеальная классная ровная много поворотов очень дорога она не ровно не прямо идет а крутится вертится лево-право-лево-право-лево-право-лево-лево-петляет такой вот город порхов окраина даже не знаешь кому верить яндексу или штатной навигации один одно пишет другой другой в итоге поехали по третьему стопу или нам надо будетла на лево яндексу или штатной навигации на юр Christie ну уже в туфли уже конечно в центре маленький совсем маленький ворот без нас вообще маленький что пойдем крепость так ладно мы поворачиваем налево нам налево прямо была крепость маленький городок вот она центр через километр центр закончится будет окраина городок живет своей жизнью люди ходят отдыхают кто-то работает кто-то гуляет вот мы уже на окраине города почти он очень маленький люблю такие городочки маленькие навигатор пишет еще 150 километров до великого нового города время 1713 сальцы следующая более-менее большой населенный пункт это сальцы да да потом шинск вот данька тоже тут ведет свой блок ну по крайней мере учится это делать учится это делать вот здесь переезд там была камера на въезде вот не думаю попал я под нее или нет у меня было 82 или 83 километра да вот мы выезжаем уже из этого города машин вообще не мало наверно еще сказывается то что будни и дней поэтому не все ползали выходные на больше народа на дорогах мы передвигаемся стараюсь продвигаться только будни тупки нам не нужны москве в этих пробках настоялись я вот заметил мы едем по этому городочку корхову и вот центральной улице который мы едем она идеально классно вообще супер смотрю другие искать другие поворотки там влево-вправо пусть я так понимаю что только в этом городе только вот эта дорога самая лучшая все остальные которые уходят в сторону они не очень вот дальше щепень и гравий там то есть асфальта практически нигде нет все мы выехали из этого места едем дальше и и и Ребята, выезжаем из Псковской области, заезжаем в Новгородскую область. Сальцы 26, Шимск 54, Новгород 102 километра. Все, покинули Псковскую, въехали в Новгородскую. Сразу асфальт стал другим, не таким классным. Ну что ж, можно подвести резюме по поводу Псковской области. Дороги отличные, стараются, сразу видно, что глава области старается делать что-то. Я не то, что там что-то кого-то хвалю, но я просто сам увидел это, что дороги нормальные. Ворщевиком борются, ворщевиком борются. И везде строится все. Центр Пскова вообще неузнаваемый. Я когда последний раз там был, он был, ну как-то все как-то развалено, все как-то не то было. Это когда было? Год 2012, наверное, там 10-й может быть. А сейчас все вообще по-другому. Все делают, строят везде, все движения перекрыты, дороги кладут там все. Тротуары, улочки, переулочки, все там для людей делают. Молодцы. Ну, по крайней мере, со стороны это так выглядит. Может быть, местные со мной не согласятся. Вот, ну, вот эта дорога понравилась от Пскова до Новгородской области. Я не ожидал, что она такая тут хорошая. Раньше я слышал только отзывы о том, что тут вообще дорог нету. Более-менее была дорога через Лугу. Но оказывается, вот как все хорошо сделано. Приятно. Ну, движемся, 100 километров осталось до Новгорода, мы на месте. А это город, город, не город, Сальцы. Такая прям центральная улица серьезная, как будто мы где-то, я не знаю, в каком-то большом мегаполисе. Двухсторонняя, разделительная, пешеходная зона посередине. Сальцы. Такое вот, такие вот сальцы. Вся дорога такая скучная, дорога классная, покрытие отличное, но так скучно. Людей нет, машин нет, никого нет. Так, опа, коляска, коляска, аккуратнее надо смотреть, сначала прежде чем идти. Так, кроме колясочники. Надо обязательно уступать дорогу. Нельзя не пропускать. Пешеход прав, пешеход на переходе. Вот такие вот сальцы. А вон нам направо, а здесь дорога налево еще уходит. Старые домики. Вот один заколоченный. Видать, реконструировали, реконструировали, но что-то плохо сделали его. И какой-то он весь ущербный стал. Он был нормальный. Да. Видим дальше. Церковь красивая. Кстати, в этих сальцах еще более-менее машин. До этого вообще не было ни одной. Какой храм красивый. Так, ребят, мы заехали в город Шинск. Немножечко даже расстроился. По поводу того, что пошел дождь. Пошел дождь. И дождь может изменить все наши планы. Не совсем приятно. Не хотелось бы сидеть в суровой погоде. Пошел дождь. И температура резко опустилась. Если в Пскове было солнце и 22 градуса, где-то 24 показывало. Периодически там скакала температура. То здесь показывает, вы не поверите, 14 градусов всего. То есть упало на 8 градусов. Это круто, конечно, сильно. И дождь идет. Поэтому как-то не очень прям это нравится. Мы едем отдыхать, смотреть, гулять. А тут такое дело. Но все равно мы себе, конечно, не испортим поездку. Но все равно все будет нормально. Я думаю, все это рассосется. Все временно. Посмотрим. Вот город Шимск. Это самый центр города Шимск. Прямо, не знаю, там в другую сторону города, наверное, мост. Поворачиваем налево. Поворачиваем налево. Едем прямо. Стоят перед городом полиции местные. Перед городом стоят камеры. Много камер, много треноктов. Поэтому люди зарабатывают. Местные. Так, на... Камера. На 60. На 60. Да, есть мои документы. Есть МФЦ типа, да? Ну, а что, тоже город. Провинциальный, но город тоже. Люди живут. Тут тоже все это нужно. Осталось нам немножко совсем. Указывает около 50 километров. Пешеходный переход, поэтому мы тут остановились. Вот мы, собственно, выехали практически из Шимска. Не успели заехать, уже выезжаем. Да, маленький городок. Дорога... Дорога только радует, потому что дорога хорошая. Но дождь и падение температуры, это, конечно, не совсем прекрасно. В голове прокручивается мысль, может быть, вернуться к Псков все-таки, где солнце 22 градуса. 22-24. Ну, ладно, едем. Дорога... Дорога только что! Ой, пожалуйста! Дорогаコン! Кап. ребят заехали въехали в общем великий новгород колесим по нему по крайне великий новгород едем к нашему месту где мы будем находиться не знаю про откуда едем видим по навигатору осталось 37 километра дождь не нравится то что здесь дождь идет и не нравится то что холодно здесь как 13 половина градусов показывает форма алгоритм время 1856 так классно гуляли вскоре так классно там вообще провели время и чуть как-то уныло очень здесь ладно будет нормально головы что может закончился за наш душ закончился а так все должно быть нормально так нам на повороте включить налево поехали мы великий новгород заселились такой вот номерочек номерок неплохой такой чистенько все здесь у нас где там включается свет цветного отлично спасибо покажу какая здесь ванна душ туалет шкафчик продвит из окна не очень магнит впереди как целом нормально все гостевой дом называется аист ладно будем распаковывается распаковываться 24 стоит номер по взрослых один ребенок будем распаковываться удачи увидимся вот так вы видите что мы можем распаковываться и открыть дик